День Города Мины, автоматы и патроны. Что еще находят в Рязанских лесах? Лечим анемию. 25 лет исполнилось Центру гематологии, онкологии и иммунологии Рязгому. Согласовали на должность заместителей главы администрации и внесли изменения в бюджет города. Сегодня состоялось очередное заседание Городской думы. Подробности в сюжете Дина Исляевой. Депутаты Гордумы поддержали предложение главы городской администрации Елены Сорокиной по кандидатурам новых заместителей. Планируется, что вопросы городского хозяйства будет курировать Владимир Бурмистров, финансы, экономику и имущественный блок Игорь Тишин, социальную сферу Надежда Штевнина. Также на заседание были внесены изменения в бюджет Рязани на этот год. За счет поступивших межбюджетных трансфертов доходные и расходные части городской казны выросли на 359 миллионов рублей. Около 131 миллиона направят на реконструкцию детских садов. Также средства пойдут на ремонт зданий и приобретение оборудования централизованной городской библиотечной системы Рязани, ремонт фасада Дворца культуры в Приовском. Кроме того, расходы бюджета увеличиваются на 146,5 миллионов рублей за счет привлечения кредитных средств. Эти средства направят на проведение проектно-изыскательских работ по строительству школы на 1100 мест в микрорайоне Кольное. Кроме того, дополнительные средства направят на приобретение песко-соляной смеси и горюче-смазочных материалов, разработку проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий, обустройство тротуара от дома 15 по Галенчинскому шоссе до дома 41 по светлому проезду, благоустройство дворовых территорий и строительство следующего этапа кладбища Богородская-2. Дополнительные 23 миллиона рублей выделят на питание детей в детских садах и школах, 13 миллионов на оплату коммунальных услуг и обслуживание сетей. Средства запланированы на проведение противопожарных мероприятий и обслуживание тревожных кнопок, проведение работ по устранению аварийных ситуаций в целях подготовки образовательных учреждений к отопительному сезону, организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений, ремонт входной группы 20-го детского сада. На заседании городской думы было принято решение об установке мемориальных досок герою Советского Союза Альберту Слюсаря на фасаде дома, в котором он жил, и пульмонологу Владимиру Абросимову на одном из корпусов больницы Симашко. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». На заседании городской думы рассмотрели план развития муниципальных предприятий. Сейчас на них проводится оптимизация. Идет работа по ликвидации жилищно-эксплуатационного управления номер один, специального дорожно-строительного управления. На спецавтобазе по уборке города запущена процедура банкротства. Как отметила член фракции политической партии КПРФ в Рязанской городской думе Евелина Волкова, проект постановления, предложенный депутатам, не очень похож на развитие. А между тем, работа муниципальных предприятий очень важна для города. По проекту решения депутатам предлагалось одобрить план развития сети муниципальных предприятий. Первым пунктом в нем значится преобразование ремонтно-строительного управления номер один в акционерное общество. По словам членов фракции политической партии КПРФ в Рязанской городской думе Евелины Волковой, делать это нецелесообразно. Предлагается акционировать муниципальное предприятие РСУ номер один. Сколько раз депутаты задавали вопросы, почему по итогам прошлого года такая маленькая выручка муниципального предприятия, которое фактически одно выиграло все заказы на капитальный ремонт в городе Рязани, до сих пор не выяснено. Когда оно станет акционерным обществом, выяснить это не получится тем более. То есть в любом случае это предприятие прибыльное, в любом случае у него довольно широкая сфера деятельности. Также проектом предполагалось расширить деятельность управления Рязанского троллейбуса. Предприятие планирует перевозить пассажиров автомобильным транспортом. Речь идет о маршрутах, принадлежавших ранее автоколонии 1310. По расширению сферы деятельности управления Рязанского троллейбуса понятно, что этим решением предлагается вынести приговор фактически еще одному нашему транспортному предприятию – это автоколонна. Тоже вряд ли это будет от этого польза городу. Надо отметить, что фракция КПРФ в городской думе отрицательно оценила представленный проект по оптимизации муниципальных предприятий и не поддержала принятие документа. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Мэрия Рязани расторгла контракт на второй этап реконструкции площади Ленина. При этом управление благоустройством и компания «Мастерстрой» претензий друг к другу не имеют. Отмечается, что оплата в рамках контракта не производилась. Инициаторы причины расторжения неизвестны. Напомним, что второй этап предусматривал благоустройство улицы Кольцова. Стоимость контракта составляла 45,3 миллиона рублей. Региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами начнет работу не позднее 1 ноября. Об этом сообщил руководитель компании ООО «Капронск» Валерий Матюхин. По его словам, с помощью торгов уже выбрали перевозчика для транспортирования отходов. Заключили договора с операторами, владеющими объектами обработки, обезвреживания и захоронения ТКО. Скорректировали территориальную схему обращения с отходами. Кроме того, в регионе планируют построить 7 мусороперегрузочных станций и экотехнопарк по глубокой обработке и утилизации отходов. Руководителя «Рязань-Трансавто» Алексея Громова расстреляли в собственной машине. Убийство произошло рано утром на автодороге между городом Спаск-Рязанский и селом Фатьяновка. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Тело руководителя «Рязань-Трансавтора» Алексея Громова было обнаружено в машине на автодороге между городом Спаск-Рязанский и селом Фатьяновка. Причина смерти – огнестрельное ранение в голову и туловище. По факту произошедшего Рязанским межрайонным следственным отделом регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На месте происшествия работали следователи, эксперты и следователи-криминалисты следственного управления, которые в ходе осмотра места происшествия устанавливали и изымали криминалистические объекты, имеющие важное доказательственное значение по уголовному делу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и лица, причастного к убийству Алексея Громова. Проверяются различные версии, в том числе связанные с его коммерческой деятельностью. Следователи просят всех водителей, которые приезжали на автомобилях по дороге между городом Спаск-Рязанский и селом Фатьяновка в период времени с 6.30 до 7.30 26 сентября обратиться в следственные органы или в органы полиции. Рязанцев просят обращаться по телефону 8 903 838 8201 или 02. Расследование уголовного дела продолжается. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Мины, автоматы и патроны. Эти находки могут обернуться уголовной ответственностью, если вовремя не заявить о них в полицию. Ведь хранить оружие без лицензии запрещено. Зато его можно сдать в правоохранительные органы и получить вознаграждение. Как это сделать, расскажем далее. Гулял с собакой по лесу и обнаружил охотничье ружье. Издалека Михаил Солопов принял его за палку. А когда подошел ближе, понял, что осенние листва скрывают огнестрельное оружие. Я думаю, может, какой охотник потерял. Охотников сейчас много, сезон охот открыт. Ну, как бы, чтобы никому не досталось. Может, кто ищет ружье, особо дети, может, чтобы они его не схватили, кого-нибудь не пристрелили, либо еще чем с ним не сделали. Поэтому позвонил сотрудникам полиции. Оружие проверили по базам, оно оказалось не зарегистрировано. То есть, у него нет владельца. Поэтому в ближайшее время ружье уничтожат. Это девятая находка сотрудников Росгвардии в этом году. Причем самая распространенная. Именно такие гладкоствольные ружья люди приносят чаще всего. Охотники ходят на охоту. Могут забыть, могут потерять. Оставляют около машины, собираясь уезжать. Уезжают, оставляют. Возвращаясь, не могут найти место. И таким образом оружие попадает в нелегальный оборот. То есть, теряется, а кто-то его другой находит, прячет, убирает. И таким образом незаконно хранит. За подобные действия предусмотрена уголовная или административная ответственность с серьезным штрафом. Поэтому незаконное оружие необходимо сдать в полицию или сотрудникам Росгвардии. За помощь в поддержании порядка предусмотрено вознаграждение и освобождение от ответственности. Гладкоствольное оружие, оно у нас идет по прескуранту 3000 рублей за одну единицу. И в зависимости от размера оружия, естественно, больше, больше, больше. То есть, гранатомет можно, если вдруг найти гранатомет, можно сдать за 10 тысяч рублей. Такие факты, естественно, бывали в Рызанской области. И автоматы, и гранатометы, то есть там снаряды, мины. То есть, все, что осталось, может быть, после Великой Отечественной войны где-то, тоже это подлежит сдаче, и за это полагается вознаграждение. Среди находок также бывают снаряды гранатометов и автоматы. Самое маленькое вознаграждение предусмотрено за патроны. Оно составляет 20 рублей. При этом были случаи, когда люди сдавали сразу по тысяче патронов. Предположительно, они остались после войны или учений. Чаще всего находят, как правило, в старых домах, то есть там в деревнях. Разбирают подвал, чердаки старых домов, делают ремонт, сносят. Предыдущие владельцы могли хранить оружие и на законных основаниях, но потом, переехав куда-то, могут забывать его. И теряется учет, теряется собственник. Получается незаконный оборот. Также сотрудники Росгвардии напоминают, что если у вас есть оружие, то продлять на него лицензию нужно не позднее, чем за месяц до окончания ее срока действия. Ведь хранение оружия без разрешения или с истекшим сроком влечет административную ответственность. А при повторном нарушении владелец будет лишен лицензии не менее, чем на два года. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 25 лет исполнилось Центр гематологии, онкологии и иммунологии РСГМУ. Юбилей отметили с пользой и за работой. Врачи поделились передовыми исследованиями в области диагностики и лечения анемий. Стоит отметить, что разработки Центра в этой области легли в основу федеральных клинических рекомендаций. Развитие детской онкологии и гематологии, анемия в практике терапевта, новые методы трансплантации. Эти и многие другие вопросы обсудили в Рязанском государственном медицинском университете. Здесь состоялась пятая научно-практическая конференция диагностика и лечения анемии в 21 веке. «Мононаправленная конференция, тем не менее, накрывающая достаточно полный спектр клинического состояния и разбирающая практически все заболевания, которые приводят к развитию анемии. Уверен, что и конференция будет развиваться, и много вопросов, которые сегодня обсудят, станут, наверное, определенными драйверами развития гематологии, развития новых знаний. Здесь много гостей, и, конечно, в числе гостей и участников конференции наши обучающиеся». Конференция проходит раз в два года. В этот раз ее посвятили 25-летнему юбилею Научно-клинического центра гематологии, онкологии и иммунологии, который работает в составе медицинского университета. Ежегодно в нем наблюдаются более 13 тысяч пациентов. Это дети, взрослые и беременные. «Организована медицинская помощь пациентам с тяжелой бронхиальной астмой, с хронической крапивницей. Я имею в виду гемноинженерные биологические препараты. В центре мы используем инновационные методы лечения анемий с использованием в том числе в интервентах препаратов железеркоминантного ретропоэтина. У нас мощная научно-клиническая лаборатория». Помимо научных докладов, в этот день звучали слова поздравлений в адрес сотрудников центра. Их наградили почетными грамотами Рязанской областной и городской дум ценными подарками. Поздравить центр с юбилеем приехал и главный детский онколог-гематолог Министерства здравоохранения России. Именно он принимал участие в создании Рязанского центра и активно следит за его успехами. «Он заболевает опухолями, заболеваниями 4,5 тысячи детей в год, а взрослых в прошлом году 620 тысяч. Ясно совершенно, что эти технологии, которые были развиты у нас в детстве, они должны быть транслированы в взрослую сеть. Так вот, жемчужиной, работающей именно в области анемий, является тот центр, который находится в Рязанском теперь государственном медицинском университете». Сотрудниками центра были разработаны протоколы лечения анемии новорожденных, анемии беременных, анемии хронических болезней и анемии при злокачественных новообразованиях. Они легли в основу федеральных клинических рекомендаций. Именно возможность заниматься наукой и реализовывать идеи на практике вдохновила Ольгу Журина. Она работает в Центре гематологии, онкологии и иммунологии Рязгому со дня его открытия. «Здесь воплотились мои мечты, где клиническая работа была напрямую связана с научной работой. Мы строили нашу клиническую базу, нашу лабораторную базу, напрямую контактировали с московским центром, они подсказывали нам идеи». В Центре гематологии, онкологии и иммунологии Рязанского государственного медицинского университета проводится ряд исследований, которые надолго опередили аналогичные разработки не только в нашей стране, но и за рубежом. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Всемирный день сердца ежегодно отмечают 29 сентября. Он призван напомнить о необходимости профилактики и своевременном лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Проверить свое здоровье и получить рекомендации рязанцы могли в кардиодиспансере. Александр Чиков стал юбилейным 50-м пациентом акции «День сердца». Он пришел на профилактическое обследование, которое традиционно проходит в кардиодиспансере. Мужчине измерили давление и пульс, назначили рекомендации. Александр считает, что плановый осмотр – залог здоровья. Возраст, наверное, такой 65 лет мне, и периодически все-таки возникают вопросы. И был и криз однажды гипертонический. Но потом как бы правильный образ жизни стал вести, и стало лучше. Но я отказался от алкоголя, от сигарет, от вредных привычек от всех. Артериальное давление – один из главных показателей здоровья сердца. Его измеряют три раза подряд. Среднее значение будет наиболее достоверным. Нормальным считается давление 120 на 80. А вот отклонения могут стать первыми признаками серьезных заболеваний. Пониженные давления могут свидетельствовать о разных проблемах. Допустим, анемии, какие-то сердечные патологии могут дать низкое давление. То есть они должны наблюдаться у участковых докторов. И при необходимости консультации кардиолога необходимо. Повышенное давление может говорить о риске развития гипертонии. Это одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. Она опасна такими осложнениями, как инсульт и инфаркт. Поэтому если у вас хоть раз было повышено давление, то необходимо за ним регулярно следить, наблюдаться у специалиста и придерживаться правильного образа жизни. Стараться не перегружать себя, но также соблюдать диету. Для гипертоников очень важно не есть соленые блюда, жареные, жирные. Это все как бы лучше в отварном, паровом виде. Также вредные привычки употребления алкоголя и курения. Это все исключить. Напомним, что акция приурочена ко Всемирному дню сердца, который ежегодно отмечают 29 сентября. В рамках нее обследование проходит более 100 рязанцев. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 70 тысяч растений высадят осенью в Рязани. Уже закуплены 50 тысяч тельпанов и 10 тысяч нарциссов. Цветы появятся на площади Победы и на протяжении всего Первомайского проспекта, в парке Советско-Польскому братству и сквере Уткино. Также в городе высадят 800 кустарников и более 100 деревьев. Работы начнутся на следующей неделе. Коллектив «Новорязанской ТЭЦ» чествует ветеранов труда и отмечает 60-летие со дня пуска первых агрегатов. 26 сентября 1959 года был произведен пуск первого котла и первой турбины. Для города Рязани и всей Рязанской области это было поистине историческое событие, благодаря которому создан Южный промузел, определивший дальнейшее динамичное развитие региона. ТЭЦ сегодня – это лучшее предприятие отрасли в регионе, на котором идет модернизация мощностей, вводятся новые турбины. Теплоэлектроцентраль стабильно обеспечивает город светом и теплом. Станция награждена дипломом Министерства энергетики России за активное проведение социальной политики в трудовом коллективе. По итогам всероссийского конкурса – лучшая социально ориентированная компания в энергетике. С благодарностью к первостроителям ТЭЦ вспомним, как все начиналось. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Профессионально помогаем выделить индивидуальность и эстетику интерьера наших заказчиков. Создавать концептуальные пространства, используя многообразие тканей, сочетание цветов, богатства фактур и сложности рисунков. Галерея «Штор» «Лателла». Первомайский проспект 51 и Народный бульвар 9. Субтитры создавал DimaTorzok